Все только и делают, что фотографируют своих детей. Ну, просто потому, что они все время с ними и круглосуточно. И здорово, что появилось сейчас большое количество разной техники, и так далеко ушел прогресс, что любая женщина может взять аппарат и сделать хороший снимок. Я тоже просто фотографирую своих детей. И в какой-то момент я поняла, что недовольна. Качеством фотографии. И пошла на курсы фотографов. Вы можете стать профессиональным фотографом, просто снимая каждый день своих детей. Я сделала для себя такой вызов. Фотографировать каждый день. И я очень увлеклась этим. Фотоаппарат лежит у меня в шаговой доступности. Буквально две секунды. И я готова схватить и сделать кадр. Это очень важно, потому что дети не модели. Они не сидят и не позируют. Летом после Тащиного дня рождения на улице остался стоять лимонадник. С газированной водой. И вдруг я увидела, как девочки подошли, и Тася очень красиво изогнулась, чтобы попить прямо из крана. Я быстро схватила фотоаппарат и сделала кадр. И когда я посмотрела на результат, я поняла, что мне повезло. У меня получился очень красивый кадр и по композиции, и по смыслу. Я выкладываю фотографии в соцсети. Мне нравится смотреть на жизнь других людей с детьми. Я вдохновляюсь чем-то. Беру пример, беру на заметку какие-то моменты. Мне приятно чувствовать, что я тоже сама могу вдохновить кого-то. Я считаю, что фотографии не должны быть только в цифровом виде, в интернете. Я всегда печатаю свои фотографии, делаю фотоальбомы, переписываю туда те фразы смешные, которые я уже записала и запостила в социальных сетях. И потом очень интересно, буквально через год, через два, дети очень любят просматривать эти фотографии. Я считаю, что воспоминания должны сохраняться. Неважно, в каком виде. Может быть, в письменном, может быть, в фотографиях. Память наша не безгранична. А я хотела бы дать несколько советов язычного опыта. Ну, во-первых, я не делаю постановочных фотографий. Я предпочитаю фотографировать в движении. Мне важна эмоция детей. На такой фотографии приятно смотреть. Во-вторых, старайтесь играть со светом. Использовать все источники света, какие вы можете найти. Лампа, свет из окна. Очень популярный трюк для новогодних снимков — обмотать ребенка гирляндой. И в темноте сфотографировать, и создать очень такие интересные блики на лице. В-третьих, правила третей. Считается, что глазу человека комфортнее, если объект съемки располагается на одной трети от края кадра. В-четвертых, цвет. Если вы не художник и не колорист, я вам советую не смешивать более трех цветов в кадре, потому что глазу это неприятно. Ну, и в-пятых, мне нравится, когда ребенок смотрит прямо в камеру. И у меня есть свои небольшие трюки, как это сделать. Например, я пищу, крякаю, цокаю, издаю разные звуки. Надо, чтобы дети привыкали, что при виде фотоаппарата не нужно улыбаться, делать какое-то лицо. Что фотоаппарат — это просто часть жизни.